Здравствуйте, я Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с Одинцовской общественной палатой. Вместе мы стараемся разобраться с наиболее актуальными проблемами, которые волнуют вас, наши уважаемые телезрители. Так, тема сегодняшнего эфира – это культура, спорт и туризм в нашем районе. Если у вас есть какие-либо вопросы, а я уверен, например, по спорту или по культуре, вопросов, конечно же, полно, звоните нам прямо сейчас в прямом эфире, телефон 508-86-84, выскажитесь, и мы постараемся вместе со всем разобраться. Наши гости сегодня – Елена Викторовна Грибкова, председатель комиссии, которая как раз-таки занимается этими вопросами – культура, спорт, туризм, правильно? Да. И Дмитрий Вячеславович Гавердовский, консультант-эксперт данной комиссии. Дмитрий Вячеславович, Елена Викторовна, рад вас сегодня приветствовать. Спасибо, что вы сегодня к нам приехали. Ну что ж, давайте начнем с вопроса, который мы задаем каждой комиссии, которая впервые к нам приходит, чтобы наши зрители узнали, чем вы занимаетесь. Итак, комиссия по спорту, культуре, туризму. Ну, вроде очевидно, спорт, культура, туризм, все понятно, но все-таки детально, да? Детально, да. Наша комиссия занимается всеми проблемами в области культуры, культурного досуга, культурных и спортивных объектов, развитием физической культуры и массового спорта, а также развитием туризма на территории Одинцовского района. Ну, и я хочу заметить, что если в нашу комиссию поступит обращение, что в каком-то доме культуры протекает крыша, мы, конечно же, это обращение примем к сведению, разберем и адресуем своим коллегам в комиссию по ЖКХ. Ну, то есть взаимосвязь там внутри, конечно, общества полоприятия есть. Да, взаимосвязь у нас очень тесная, поэтому, пожалуйста, обращайтесь в нашу комиссию со своими вопросами, пожеланиями, предложениями. Мы все вопросы разберем и на каждое обращение дадим свой ответ. А к вопросу о том, как обращаться. Мы обычно презентуем то, что у вас имеется форма обратной связи на сайте и многие другие варианты, когда вас достучатся. А вот конкретно до представителей вашей комиссии, как к вам можно обращаться, когда? Может быть, у вас есть приемные дни? Да. Каждый член нашей комиссии, в нашу комиссию входит 4 человека, ведет ежемесячный личный прием. С расписанием приема можно ознакомиться на сайте общественной палаты. Мой личный прием я веду каждый первый четверг месяца. Это сельское поселение Никольское, поселок Старый Городонг, дом культуры Полет. Я принимаю с 17 до 20 часов. Пожалуйста, приходите на личный мой прием. Каждый первый четверг месяца. Каждый первый четверг месяца, да. Если далеко приехать, то, пожалуйста, присылайте письма в нашу общественную палату. Наш секретарь в нашу комиссию все передаст, и мы каждое обращение рассмотрим. Ну что ж, давайте тогда по обращениям поговорим, а перед этим все-таки по составу. Культура, спорт, туризм очень темы разные. Если еще культура, спорт где-то пересекаются, туризм это что-то абсолютно отдельное. Да, это отдельная тема. Я, насколько знаю, в вашей комиссии 4 человека, непосредственно в самой комиссии, и огромное просто количество экспертов, консультантов. Вот эти эксперты, консультанты, кто все эти люди? Давайте вы ответьте на этот вопрос после того, как мы примем первый звоночек наш сегодня. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте дабы, скажите, пожалуйста, вот может быть я обращаюсь сейчас не вовремя и не кстати, но я живу в доме номер 49 по улице Жукова. Мы вот здесь местные жители, насчет детских площадок никак не можем выяснить, никому они принадлежат, ну, наверное, городу. У нас около дома детям гулять совершенно негде. С одной стороны площадку сломали дома, с одной стороны, с другой стороны пятиэтажки, все сломано. А вы имеете в виду, простите, вы имеете в виду, что эти площадки разломали какие-то официальные органы, или они просто в непотребном виде, их нужно как-то отремонтировать? Нет, вот с одной стороны разломали те, кто собирается строить дом. То есть ее снесли, грубо говоря. Ее просто снесли, вот там остались какие-то остатки. И это целый год в таком вот виде площадка никому не нужна. Но мало того, на этой детской площадке раньше не было ракушек, теперь там стоят ракушки. Туда пытаются уже поставить машины, не знаю, то ли это жители дома, то ли это приезжие. Потому что у нас здесь такая большая... То есть снесли детские площадки, как будто так и надо, ставят уже там дальше свое. А если вам не сложно, вы могли бы, пожалуйста, представиться? Панина Юлия Николаевна. Юлия Николаевна, я думаю, это вопрос все-таки по адресу. Мы вас сейчас переведем на оператора, он запишет ваши контактные данные. Мы их, конечно, передадим в общественную палату, чтобы они, когда начнут с этим разбираться, с вами связались. Да, спасибо вам за этот звонок. Спасибо вам за этот звонок. Действительно, а мы можем вот как-то сейчас прокомментировать. В таких случаях, вот действительно, около дома, рядом с домом снесли детскую площадку. Новую, судя по всему, не строят. Все-таки вот из-за чего такие ситуации вообще случаются? И вот по конкретному адресу вам известно, что там происходит? Нет, по конкретному адресу неизвестно, но спасибо большое за этот звонок. Мы обязательно организуем рабочую группу с выездом, выйдем на это место и разберемся в этой ситуации, дадим ответ обязательно жителям, что там происходит на этой территории. А из-за чего такая ситуация вообще могла возникнуть? Ну, может быть, с каким-то новым строительством. У меня сейчас, конечно, в рамках передачи сложно ответить на этот вопрос. Мы обязательно сделаем рейд. Хорошо, что Юлия Николаевна нам позвонила, об этом рассказала. Да, сделаем рейд и все проверим. Хорошо. Спасибо большое. Давайте тогда вернемся к нашему вопросу. Верно, по составе комиссии. Итак, если я не ошибаюсь, 16 консультантов-экспертов. 16 консультантов-экспертов, 4 члена комиссии, 16 консультантов-экспертов. Скажите, кто эти люди, что они делают? Да, вы знаете, очень интересные творческие люди. Есть и писатели, поэты, музыканты, художники. Ну и есть обычные активисты, которые с такой активной жизненной позиции идут. И культуре не чуждые, и знающие, что сказать, и что проконтролировать. Которым не безразлично, в каком обществе они живут. Поэтому консультанты-эксперты у нас очень такие творческие, замечательные. У них много идей разных. И они, конечно, помогают нам уже в работе. У нас сегодня присутствует один из них, Дмитрий Вячеславович. Мы сейчас о вашем, Дмитрий Вячеславович, поговорим. После того, как примем еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это с улицы Северной, дом 6. Но вообще ко мне все присоединяются тут дома, потому что у нас нет освещения. Еще в 2009 году, в общем, Мосэнерго написали, что возможности есть поставить столбы. А вы имеете в виду, у вас нет освещения в подъезде или, судя по столбам, на улице? Нет, это во дворе, второй микрорайон. Здесь у нас тьма отмущая. Мы как будто живем в лесу. Можно узнать, как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Тамара Николаевна. Тамара Николаевна. Смотрите, это вот не вполне тема сегодняшнего эфира, правильно? Но мы всегда передаем заявления, которые так звучат. Я так понимаю, это комиссия ЖКХ, да? Да, это комиссия ЖКХ. Мы обязательно передадим ваше заявление в комиссию по ЖКХ. Адрес мы записали. Они вам прямо-таки перезвонят, если что-то выяснят, да? И постараются, конечно, этот вопрос рассмотреть и решить. Спасибо вам за этот звонок. Да, вернемся. Дмитрий Вячеславович, мы собирались о вас узнавать. Так, вы консультант эксперт комиссии, да? По какой тематике? Что вам ближе? По спорту, да. По массовому спорту. Большое спортивное будущее у вас в прошлом, может? Нет, я бы хотел, чтобы будущее спортивное было у района. И у молодежи. Да, у молодежи. И сейчас вот как бы для этого в комиссии мы будем работать именно в этом направлении. Ну вот, так как новый глава района, он определил задачи развития района. И одна из этих задач – это приоритет массового спорта. Поэтому мы в комиссии хотим работать, чтобы массовый спорт пришел в каждый двор. Да, в каждый двор. Мы поговорим отдельно еще о спорте. По-любому это тема, которая не может оставить людей наших равнодушных. Скажите, а в принципе, вот комиссия ваша в данный момент какими мероприятиями занята? Ну вот недавно у нас прошло мероприятие 3 ноября. Член нашей комиссии Мальц Вячеслав Викторович, он директор Большевиземской школы искусств. Я подозреваю сейчас о ночи в музее. Да, он принимал активное участие в организации вот такого, я считаю, грандиозного праздника «Ночь искусства музея». Наша съемочная группа как раз-таки присутствовала на этом мероприятии. Предлагаю сейчас посмотреть самим и показать нашим зрителям сюжет о том, как отмечают этот день в Одинцово. Творческая публика уже не первый год знакома с всероссийскими акциями «Ночь в музее», «Ночь театров» или «Ночь искусств», когда каждый может попробовать свои силы в самых разных творческих направлениях и научиться чему-то новому. Программа ночного фестиваля в музее-заповеднике Александра Пушкина началась с концерта учащихся Большевиземской школы искусств в зале гостевого фригеля. Юные музыканты порадовали зрителей не только классическими произведениями «Вивальди» или «Безе». но и популярными мелодиями из кинофильмов. Мы всегда выступаем именно тут. И тут очень как бы чувствуешь себя в родном месте, чувствуешь, что тут тебе рада всегда, потому что ты выступаешь там, где ты живешь, где ты учишься. А в обзорах очень прикольно играть, хорошо, потому что ты играешь с коллективом и с друзьями со своими. И ты получаешь такую долю позитива, которую не получаешь больше в принципе нигде. Ночь искусств позволяет расширить культурные рамки музея и открыть свои двери для людей, трепетно относящихся к искусству, даже в неурочные часы, ночью. Ведь именно в это время суток тонкие грани искусства воспринимаются каким-то особенным сказочным образом. Легкая недосказанность и волшебство в каждом произведении. Всегда приятно смотреть на юные здорования. Это трогательно, это обнадеживает, это поселяет надежду в то, что будущее нашей страны есть в будущем нашей страны. Продолжилось ночное мероприятие уже в каменном зале дворца. Поэты из литературных объединений «Резонанс» города Одинцова и «Мозаика» города Голицына собрались во дворце XVIII века, чтобы прочитать стихотворение собственного сочинения и исполнить авторские песни. «Душа, увы, не обыстрадает счастье, но может выстрадать себя. Душа, душа, которая сердце одной заветной предалась любви». Каждый поэт выступил со своим литературным произведением, которое не осталось без комментариев известного филолога Василия Геронимуса. «После стольких лет жизни любовной борьбы меня встретит пустая квартира. Чуждо чайник холодный стоит на плите и не ждет на столе теплый ужин. Знаю, я обещала забыть о тебе и о том, что ты мне очень нужен». «Удивительно, как на наших глазах, женская судьба одновременно становится судьбой поэта. И не всегда, может быть, эти судьбы совпадают, и есть над чем работать, но там, где они совпадают, стихи обретают совершенно пронзительное звучание». Символично, что Ночь искусств в России традиционно проводят в День народного единства и православного праздника иконы Казанской Божьей Матери. В этот особенный день действительно хочется единения со своим народом и близкими людьми. И на таких массовых акциях как никогда чувствуется тепло и поддержка окружающих тебя людей. Ну что ж, прекрасное, я считаю, мероприятие. Очень чистый звук, живой звук, пение, бесконечно же фонограмма, о чем здесь речь, поэзия. Прекрасно. Скажите, вот какая роль была общественной палаты в организации этого мероприятия? Мы начали об этом говорить, но не успели закончить. Я считаю, конечно, что участие членов комиссии в таких мероприятиях в нашем районе очень важно, потому что это мероприятие проводилось на общественных началах, проходило в историческом месте, в музее-заповеднике Пушкина. Готовилось несколько месяцев. В концерте участвовали самые разные инструментальные ансамбли. Около 40 детей от 8 до 14 лет. И я, конечно, считаю, что очень важно нашим детям, нашему подрастающему поколению, прививать прекрасное. Любовь к музыке, любовь к поэзии, знакомить с достопримечательностями нашего района. Я думаю, никого не возникает никаких сомнений, действительно такие мероприятия нужны. Но вот роль общественной палаты здесь конкретно какова была? Вы сказали, что член общественной палаты, один Мальцев Вячеслав Викторович, занимался именно организацией. А что именно он делал на месте? Он договаривался с местом, где будет проходить мероприятие. То есть место, в том числе помещение было выделено? Да, помещение. Собирал коллективы, готовил вот этот концерт. То есть не сказать, чтобы была, можно сказать, его инициатива, но организацией занимался, в общем-то, у нас в данном случае представитель общественной палаты, да? Прекрасно. Скажите, а какие вот именно по спорту имеются у нас мероприятия с культурой? Более-менее понятно, Одинцов всегда был культурным районом, я уверен, еще много лет будет. А со спортом как дела обстоят? Ну да, у нас это актуальный тоже вопрос, касается спорта и культурного досуга. Вот, по спорту у нас были вот обращения жителей. Дмитрий Вячеславович недавно на общественной палате выступал с обращением. Вот он сейчас расскажет. Давайте, давайте. Да, значит, в общественную палату обратились жители Ликино. Поселка? Да, деревни Ликино, Одинцовского района, с просьбой организовать какое-то, найти им помещение, по спортивным залам. Они давно, молодежь очень давно хочет, так сказать, заниматься какими-то силовыми тренировками, но помещения у них нет. То, что в народе называется качалкой. Да, ну и качалкой, и все остальное. Вот, и вроде бы они нашли это помещение в сельской школе Ликино, там весь заброшенный небольшой зал, который не используется. И обратились в управление образования Одинцовского района с просьбой выделить им это помещение. Но вот оно передо мной, а, так, это письмо уже в общественную палату они писали. А то письмо, которое они писали в управление образования, оно было утеряно, и с июля месяца никаких ответов нет. И вот они написали в общественную палату. Так, вы разбирались с этой ситуацией? Да, вот у нас поездка намечается, вот буквально, может быть, даже в начале следующей недели, да? А какие-то запросы вы уже отправляли, устные или по телефону, может быть, созванивались в министерство? Да, запрос мы отправляли в администрацию нашего района и в управление образования, повторный запрос. Это управление образования, если не ошибаюсь, да, вы говорили? Да, 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 повторный запрос мы отправляли. А на днях будет рабочая поездка на место, чтобы посмотреть помещение, побеседовать с жителями. Я думаю, этот вопрос мы решим. А, собственно, директорат самой школы-то как относится к тому, что у него хотят помещение забрать? Вы сказали, оно подсобное? Да, директор, в принципе, она не против то, что будет. Это помещение с отдельным выходом. А то, знаете, как приходят непонятные люди, выбрасывают твои швабры и начинают там железо тягать, страна выглядит. Нет, это все согласовано с директором. Она не против того, но она как бы, так как школа принадлежит в управлении образования, она не на балансе жажда поселения, да, а принадлежит один району. Поэтому, естественно, нужно отсюда получить документы и согласие, что помещение предоставить вот именно под спортивный зал. А вы скажите, комиссии поедете, я так понимаю, само место осмотреть? Да, у нас есть рабочая группа в количестве семи человек. Вот, ну, может, не все поедут. Да, мы приедем на место, посмотрим. Я имею в виду, смотрите, что, конечно, само место осмотреть нужно, может быть, оно банально в аварийном состоянии находится. Но я имею в виду, что, если у нас основная проблема, да, связана с тем, что нужно разрешение и одобрение от управления образования получить, то как вот именно с ними связь-то будет налажена? Ну, мы осмотрим место, побеседуем еще с директором школы, с молодыми людьми, которые... Вот, и потом с этим будем обращаться еще вот как бы в управление образования. Если мы не получим еще повторный ответ. Скажите, а вот в рамках вашей работы, да, пока что, вы вообще с кем контактируете, с кем работаете? Ну, прочие комиссии говорили, что, например, администрация района, конечно, очень доброжелательно к общественному полунице относится. Я думаю, с вашей комиссией ничего нового здесь нет. А какие-то общественные организации, главы конкретных поселений, да, как они реагируют на ваши заявления? Вы знаете, очень доброжелательно. Главами поселения мы тоже налаживаем хорошие отношения, мы только начали свою работу. Вот, очень доброжелательно, как и в администрации. Поэтому, я думаю, все вопросы граждан будут решены в положительном варианте. Ну, я хочу еще добавить, что все вот эти решения всех проблем по спорту, да, они возможны только, так сказать, в контакте с главами поселений. Потому что, когда они составляют бюджеты на текущий год, да, значит, они вносят какие-то средства на спорт. Вот, мы будем просить, чтобы, значит, чтобы все-таки этих средств было побольше, чтобы в поселении строились спортивные площадки, какие-то коробки, тренажерные залы, опять же, чтобы люди могли заниматься спортом рядом с домом, в шаговой доступности, чтобы все были. Ну, я так понимаю, это вот подобные заявления, особенно касающиеся бюджета, да, все-таки он не резиновый, должны быть подкреплены непосредственно вот четким пониманием. В районе есть в этом необходимость, ну, не в районе, а там, скажем, в поселении, да, в том же Ликену, а местные жители хотят этого. А как вот именно эта работа проводится? Вы какие-то экспресс-опросы на улице проводите, может быть, или, я не знаю, какая-то другая форма у вас получения информации именно от жителей имеется? Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Ну, во-первых, наверное, информация-то с разных мест поступает. Это и обращения устные по телефону, это и письменные обращения, это и просто, если мы выезжаем на место, мы, естественно, беседуем на месте с жителями. Сразу, как бы, можно определить, что хотят люди. И потом, очень много объектов спортивных, я так думаю, что именно в районе, именно в поселениях, оно не обслуживается, оно заброшено. Оно требует вложения каких-то средств, реконструкции и обслуживания, чтобы жители могли заниматься рядом с домом. Это все нужно поддерживать в рабочем состоянии, все эти объекты. Естественно, на это нужно выделять средства. И мы, как бы, должны спросить вот у местных властей, вам что нужно, да? Вот вам. Вам нужно здоровая молодежь? Вам нужно, чтобы эти спортивные объекты работали? Если они ответят, нам не нужно. Было бы неплохо еще и у молодежи узнать, хочет ли она вообще быть здоровой. Может быть, сегодня уже интересы сместились. Я не говорю, что это так. Это не тезис. Это просто предположение. А вдруг людей сейчас больше интересует, как сделать селфи в Инстаграм и посидеть в компьютерных клубах? Понимаете, да? Да. Ну, как бы, понимаете, вот, мне кажется, что если будут спортивные площадки достойные, да, то тогда народ туда пойдет. Потому что просто, вот, разница между городом Одинцова и районом есть. В Одинцово много спортивных площадок, и они доступны, они рядом, они в хорошем состоянии, естественно, народ сюда ездит. А вот там люди из Кубинки, из той же, да, им трудно ездить в Одинцово, возить детей к какой-то секции заниматься, чтобы они занимались там хоккеем, футболом, там еще чем-то. Естественно, это все должно быть на местах. Но нужно сначала сделать это. Люди хотят. Мне кажется, что мы, как бы, по... Будем работать в этом направлении. Понятно. Скажите, давайте вернемся мы к вопросам культуры, да, а какие еще мероприятия, ну, в общем-то, и спорт, конечно, тоже касается, Какие вообще мероприятия еще проводит общественная палата, именно ваша комиссия, общественная палата, вот в данный момент, или, может быть, в ближайшей перспективе? Ну, в настоящее время мы проводим мониторинг досуга в домах культуры и спортивных объектах Одинцовского района. Вы имеете в виду его нынешнее состояние, да? Да, да. Давайте мы продолжим эту тему, после того, как примем еще один звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый день, это Марсилов Антон Михайлович. Я, будучи депутатом, много лет пытался решить вопрос, чтобы в микрорайонах появились спорторганизаторы. Вот площадок много, но сами площадки, это не решение проблемы. До тех пор, пока не будет с ним человек, который заниматься будет с детьми, и организовывать они будут между собой соревнованиями между микрорайонами и так далее, эти спортплощадки будут работать только за часть своей мощности. И ребята, многие будут болтаться без дела. Я слышал, что вроде бы бусин собирается какие-то делать такие долги, но в каждом микрорайоне такие должны появиться. Спорторганизатор именно. Тогда можно будет много сделать. То есть вы имеете в виду непосредственно специалиста от муниципалитета, не волонтера, а наемного человека, получающего зарплату, да? Да, это постоянно. Волонтер сегодня есть, да, а про его нет. Действительно, интересная, кстати говоря, мысль. Он смотрит и за площадками, хоть они были в порядке, если надо, вовремя ремонтируют. И он организовывает соревнования по разным видам спорта. И он по одним, летом по другим. Хорошо, Антон Михайлович, действительно, действительно, интересная мысль. Спасибо вам за эту идею. Да, хорошее предложение. Да, мы тоже обсудим. Имеет смысл записать это, потому что на самом-то деле можно, конечно, построить эти площадки, если люди даже будут о них знать. Ну, хорошо, я пришел, грубо говоря, со школы в 6 часов вечера, Петька из второго подъезда, там, в 7-8. И он у него еще должен и в театр сегодня поехать, и в кино, там, и с девочками гулять. В общем-то, я понимаю, что парни всегда, допустим, собираются как-то в футбол, гоняют и так далее. Это вопрос интереса. Но все-таки организация всегда приводит определенный порядок в любое дело. Я думаю, в спорте это тоже разумно. Да, поддержим эту инициативу. У нас уже от консультантов-экспертов была такая тема поднята. Так что, думаю, мы это обсудим. Я вот хочу еще добавить, что на примере город-десятых, там у них, слышали, наверное, какие-то команда «Снежинка» есть такая. Она очень известная. И у нее история очень такая богатая. И вот сейчас Алексей Зеленов, он капитан «Снежинки», вот он как раз и есть такой организатор, который вот эту команду сейчас как бы содержит. Ну вот как раз и есть организатор, и есть результат. Да, да, да. Давайте примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире представляетесь и рассказываете. Добрый день, я Талатария Николаевна. Здравствуйте. Мне очень хочется узнать, как относится общественная палата к вопросу о продаже катка в восьмом микрорайоне. Так, каток в восьмом микрорайоне. Да, на улице Комсомольское. Комсомольское. Который был в основном продажей продан за 2 миллиона 200 тысяч. Это опубликованные какие-то данные? То есть, в общем, нет кудока нашего микрорайона и традиционных детей. А, это какие-то опубликованные данные? То есть, это как-то прилично проводилось? Да, это зо-инфо всего не опубликовал. Ага, понятно. Каток был продан. Спасибо за звонок большой. Действительно, когда у нас продают общественные подобные места, это всегда вызывает большой общественный резонанс. И хорошо, что вы послужили таким рупором конкретной этой проблемы. Ну что ж, действительно, Елена Викторовна. Да, конечно, плохо. Будем работать. Да, будем работать. Почему это? Почему это произошло? Адрес мы записали? Да, адрес я записала. Предлагаю тогда еще одну тему рассмотреть. Речь идет о туризме в нашем районе. Всем известно, что Одинцово, будучи районом зеленым, будучи районом насыщенным просто под завязку самыми различными историко-патриотическими объединениями, музеями, танковыми музеями в Кубинке, один чего стоит и так далее, конечно же, является центром не то, что прям паломничества, но таким культурным и туристическим центром не только для других регионов Подмосковья, но, в общем-то, и Москвы, и вообще других городов и регионов нашей страны. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет о том, как Лазутинскую трассу как раз-таки просто обогатили субботниками за последние годы. Облагородили. Облагородили, да. Что привело к тому, что сейчас туда гораздо больше людей приходят просто погулять в рамках паркового какого-то досуга, чем ранее. Да, прошу. Мужчины могут на дорогу вылезти, а потом их унесут. Вот сюда можно, да? Давайте вот раздельным. Сюда побольше направо от меня. Сюда поменьше. Налево. Сотрудники администрации города и района вместе с жителями вышли убирать лыжероллерную трассу Ларисы Лазутиной. Таким субботником около 200 человек отметили День леса. По сравнению с тем, что было, например, 5 лет назад, небо и земля, в принципе. Даже и по количеству людей это можно оценивать, что раньше люди были, но не такое количество. Как трассу немножко благоустроили, наведен они порядок, да. Вот укостится трава, убирается валежник, сухостой, который лежит на земле. И люди, вид совсем другой в этой территории. И народ сюда тянется. Добровольцам инвентарь выдало МБУ Одинцовское городское хозяйство. Это лопаты, мешки, бензопилы. Люди поделили лесной массив на участки. Мешки с мусором сносили в отдельный контейнер. Уже стала доброй традицией отмечать этот праздник нашим трудом, тем, что мы можем помочь лесу хоть чем-то. Какое счастье, что осталась у нас эта частичка природы в городе Одинцово. Что есть нам что брать, и есть что оставить детям. И подать пример просто хорошего отношения. Может быть, на следующий год нас будет больше. Может быть, меньше будут люди мусорить. Спасибо всем, что собрались здесь. Мусорить стали действительно меньше, но брошенные мангалы встречаются повсюду. Железо раскидано практически по всей территории Лазутинки. Семья Семеновых. Настроение боевое. Их девиз на целый день. Чем лучше поработаешь, тем лучше отдохнешь. Это железо, это природа. Это кислород, которого так сейчас не хватает в наших городах. Мы живем на окраине города. У нас совсем мало деревьев, потому что новостройка. И поэтому в лес прийти, подышать свежим воздухом. Тем более, такая хорошая погода, солнышко. Приятно. Тем более, мы в этом, например, конце леса никогда не были. Все время ходили по трассе, тут на лыжах. А здесь ходили и узнали, что здесь еще даже лучше, чем там даже. День леса организовали в 2012 году по распоряжению губернатора Московской области. На этой лыжероллерной трассе это уже второй субботник. Ну что ж, прекрасный пример. Люди сами организовались, вышли, все почистили. Причем не один раз и не два. Это уже на поток поставлено, как видно, из заявления человека, что с годами стало больше. Вы вообще сами-то бываете на этой трассе? Ну вот я бываю регулярно. Бываете? Да, и на лыжах зимой. Ну и как, заметно там вот? Да. Там, во-первых, асфальт идеальный. Сейчас обещают поставить освещение к Новому году. Строится еще два каких-то таких помещения. По-моему, там будет прокат. Вот. И, по-моему, тоже какой-то зал спортивный. А какова вообще ситуация вот с туризмом сейчас в районе? Действительно, у нас есть музеи и так далее. Этого достаточно? Или нужно, может быть, как-то расширять это мероприятие организации конкретной? Может быть, нужно что-то новое? Парковые зоны? Да. Можно продумать какой-нибудь автобусный маршрут, очень интересный, по достопримечательностям Одинцовского района. Ну и привлечь, конечно, да. Золотое кольцо Одинцовского района. Да, малое золотое кольцо Одинцовского района. Вспоминаем Олимпийские игры. Малое, не раскрывшееся даже колечко стало символом Олимпиады, которая в октябре фамилия закончилась. Да, потому что очень интересно. Вот музей заповедника Пушкина. Так что, в общем-то, с малого можно начать и закончить чем-то действительно великое. Да, замечательные экскурсоводы. Даже не хочется оттуда уходить. Музей, танковый музей, тоже прекрасный в Кубинке. Поэтому, да, нужно привлекать и людей, и детей наших. А есть какие-то сейчас конкретно наболевшие моменты? Может быть, действительно, Лазутинка, как выяснилось, была раньше грязной? Не знаю, как сейчас, но явно чище. Судя по тому, что люди говорят, судя по тому, что люди, которые там бывают, говорят, стало чище. Наверняка ведь таких мест еще немало. Обращаются по этому поводу? Что вот тут-то да тут-то вот что-то можно было бы лучше сделать? Вопросы по туризму пока мало очень таких вот обращений реальных. Но я думаю, у нас все впереди, потому что мы только начали работать, наша комиссия. И просим, конечно, жителей Одинцовского района присылать нам вопросы, свои замечания, обращения. Мы будем работать в этом направлении на благо нашего народа. Ну что ж, я благодарю вас сегодня за то, что вы к нам приехали. Часть вопросов мы, конечно же, удовлетворили наших зрителей. Наверное, некоторые остались. В будущих передачах мы углубимся в отдельные тематики. Я думаю, ответим на то, что, возможно, осталось на умах у наших зрителей. Правильно? Да. Итак, уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы пытались разобраться с вопросами культуры, спорта и туризма в нашем Одинцовском районе. Через неделю также с представителями общественной палаты мы поговорим о компаниях, аферистах, которые пытаются обмануть, обвести вокруг пальца нас с вами. Если у вас были какие-либо, не дай бог, случаи, или вы слышали о чем-то подобном, звоните нам в течение недели 508-86-84. Это наш телефон. Кроме того, вы можете написать электронное письмо на почту Общественной палаты Одинцовского района или воспользоваться формой обратной связи также на официальном портале Общественной палаты. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя, удачи и до встречи через неделю.